В этом начале конференции я хотел бы предоставить своего дня приветствия Вячеславу Николаевичу Василенко. Пожалуйста, Вячеслав Николаевич. Я думаю, все прекрасно понимают, но вместе с теми не могу не напомнить вам, что весенние полевые работы текущего года, они проходят в особых условиях, как и в целом в стране, наверное, в экономике, точно так же и у крестьян, у нас в целом. То, что касается этих условий, конечно же, многолетние санкции, которые определены Западом под руководством Америки, и вот совсем недавно вы видели, был десятый пакет принят санкций, поэтому, конечно же, все это осложняет работу агропромышленного комплекса, потому что хотели бы мы, не хотели, но и обстановка, и мы как-то с вами были сориентированы свое время на Запад. Прошлый год уже показал, но вместе с тем мы выстояли, и те запасы семян, в первую очередь, запасы техники, запасы запасных частей позволили нам, в общем-то, очень успешно завершить год. Я об этом говорить не буду, наверное, Константин Николаевич скажет, но вы знаете, что в целом агропромышленном комплексе он был завершен очень успешно, и спасибо за это руководителям, которые здесь присутствуют, с к сожалению, их малые коллективы, которые сегодня трудятся, и уже приступили к весеннеполевым работам. Сегодня, в общем-то, по большей части Ростовской области, если так посмотреть, где-то по уровню Белокалитинского района, мы все уже занимаемся подкормкой озимых культур. Ну, по-разному все, но вместе с тем работы начались. Ну, а то, что касается текущего года, я немножко прорвался. Конечно же, настраиваются новые пути поставки запасных частей, семян. Сергей Леонидович активно участвует, да и Бизон, Владимир Анатольевич и другие наши смежники, так скажем, наши коллеги, которые обеспечивают агропромышленный комплекс. Но мы все прекрасно понимаем, если раньше многие вопросы было решить можно в течение недели, недели, там, двух недель, трех недель, то, к сожалению, сегодня логистика совсем другая. Логистика очень длинная, долгая. И поэтому сегодня, готовясь к весеннеполевым работам, это нужно все предусматривать. Спасибо, конечно, нашим предприятиям промышленным, которые занимаются изготовлением сельскохозяйственной техники, запасных частей. Они здесь активно включились. И мы сегодня видим, что, как докладывал совсем недавно Константин Николаевич на отчете у губернатора о работе Министерства сельского хозяйства за прошлый год, мы готовы уже к весеннеполевым работам где-то порядке на 95%. Ясно, еще один вопрос, помимо запчастей, это семена. Семена, с которыми с каждым годом будет труднее нам с Западом работать, поэтому сегодняшняя задача, которая поставлена и председателем правительства, и министром сельского хозяйства Российской Федерации. Здесь я уже больше обращаюсь к науке, говорю о том, что нам необходимо заниматься своей селекцией. Да, были упущены отдельные вопросы, но, слава Богу, что мы, по крайней мере, да и Краснодарский край, Ставропольский край, мы не упустили свои возможности по селекции озимых пшениц, критикали, горохов, ячменя, конечно же, подсолнечника частично. Ну, если брать свеклу, несмотря на то, что мы ее немного сеем, практически мы, ну, мы-то и вообще не занимаемся селекцией, точно так же очень слабо в России, но особенно вызывают тревогу это овощи, капуста и так далее, и так далее, и лук и так далее, потому что здесь, конечно, с семенами обстановка еще хуже, поэтому я обращаюсь к науке, тех, кто здесь присутствует, и в целом, что это задача номер один, и сегодня нужно, как никогда, мобилизоваться на этом направлении и в дальнейшем развивать не просто новые сорта, а сорта, которые были бы высокоурожайными, сорта, которые приспособлены к нашим условиям, которые давали качество и озимой пшеницы, и подсолнечника, и других сельскохозяйственных культур. Несмотря на все трудности, которые сегодня испытывает экономика в России, точно так же и в Ростовской области, но, как говорит губернатор, мы никогда не оставляли, не оставим агропромышленный комплекс. Я только, Константин Николаевич, две цифры назову, остальное вы называете. В этом году бюджет мы приняли на этот год 8 миллиардов 35 миллионов рублей. Я вам хочу сказать, дорогие друзья, не было за все время работы агропромышленного комплекса после 90-го года, чтобы такая сумма выделялась на агропромышленный комплекс. Я не буду говорить по направлениям, которые идут там, поддержки идут об этом, то же самое специалисты скажут, но я глубоко убежден, что эта цифра не крайняя, она еще будет дополняться, потому что будут и федеральные средства, и будут наши средства из областного бюджета, и депутаты, конечно же, всегда это поддерживают. Ну и не могу не сказать, что почти 3,1 миллиарда рублей это растеневодство. Думайте, все-таки 3,1 миллиарда рублей. Это довольно-таки серьезная цифра, которая именно дается для сельхозпроводителей, для того, чтобы закрепить те успехи, которые были достигнуты, и дальше развиваться. Ну, не могу не сказать, конечно же, о лесополосах. Хочу вам доложить, что в прошлом месяце, вот, ну, кто здесь присутствует, Наталья Иолина присутствует была на этом мероприятии, кто еще сейчас выстроили, определюсь, но многие были, не многие, правда, были. Мы в конезаводе имени Кирова Целинского района проводили обсуждение проекта закона по изменению в земельный кодекс, статью 38.6, 38.9, изменений, которые касаются упрощенной передачи в аренду земель сельскохозяйственного назначения, на которых находятся лесозащитные полевые лесополосы. Эта работа очень серьезная, сложная. Вы понимаете, что более 30 лет лесополосы никому не нужны были, видите. И мы вот посмотрели в колхозе Кирова, ну, это можно посмотреть и вот в Лесниковском районе, в Порчаянах и Стурнелкомочи, можно посмотреть в Светлом Александре Евгеньевича Гончарова, как сегодня ведется обработка краев, я не говорю за центр лесополос, а краев, потому что у нас на сегодняшний день, в общем-то, десятки тысяч гектаров находятся вот под разросшимися лесополосами, которые на сегодняшний день не нужны. Но обращаясь сегодня, я говорю о том, что да, изменения в закон будут приняты, потому что выступили два наших сенатора, Янскин Андрей Николаевич, и Андрей Владимирович, извините, рукавичников Ирина Валерьевна, они с этим законом выступили. И, конечно же, сегодня мы дополнение внесли после обсуждения, и будем надеяться, что этот закон в текущем году будет принят. Поэтому нужно будет работать в этом направлении. Но мы постараемся внести, потому что многие горячие головы говорят о том, что только лесополосы касаются сельхозтовропроизводителей. Я соглашаюсь, что да, большей части, но никогда не соглашусь, что только сельхозтовропроизводителей. Они касаются всего населения России. Да и не только. Мы, кто помнит постарше, пыльные бури 60-го года, пыльные бури 69-го года, да и кто помладше, помним, сентябрь 2020-го года. Вспомните, что творилось в Ростове, и начиная от Калмыкии, Астраханской области и так далее, и так далее. Так вот, чтобы это не повторялось, это дело всенародное, как когда-то говорили. И в этом году, кстати, 75 лет от сталинского плана преобразования природы. И эти основные лесополосы были построены, посажены, как угодно, в те времена. И мы должны сегодня часть сохранить, а новое воспроизводство мы должны делать вместе с государством. Это должна быть и забота в том числе государства. В каком виде, в этом нужно смотреть. Но мы предложения свои вносим. Хотя, здесь, конечно, завестителей глав мало, присутствуют по сельскому хозяйству. Хочу сказать вам, дорогие друзья, что вот мы написали во все районы, только два района откликнулись там, что можно, хотели бы увидеть в этом законе. Остальные пишут, все согласны, все согласны, все согласны. Согласны, значит, никто ничего не смотрел, никто ничего не читал. Но отписаться надо, иначе как это бумагу встать. Хотя, это закон делается для нас. Друзья мои, не могу еще об одном вопросе не сказать. Конечно же, о двух, вернее. Это то, что касается мышевидных грызунов сегодня на зимах. Вы видите, что творится. Творилось, вернее, осенью. Конечно же, сразу нашлись много наших любителей, может быть, даже в кавычках природы скажу, которые увидели, что где-то погибло два зайца или три зайца. А то, что полтора миллиона озимых заражены были мышевидными грузинами, это никого не касалось. Конечно, может быть, где-то и нарушали руководители порядок, но я глубоко убежден, что в большинстве мы не первый год проводим. И правильно те, может быть, где-то средства защиты не те, но не крестьяне готовили. Но сегодня, по крайней мере, мыши не все успокоились, простите за такое выражение. И дальше нужно с ними работать. Я просто хочу вам, друзья, напомнить, 2003 год, ровно 20 лет назад, со второго на третий точно такая обстановка была с мышами. Не хочу никого пугать, но мы тогда получили самый низкий урожай вот в этом веке, в этом тысячелетии. Представляете, как громко звучит? В этом тысячелетии самый низкий баловый сбор зерновых. Там и погодные условия сыграли, и, конечно, мыши, когда мы всем миром с ними боролись. Ну и, если заговорил за зим, то еще раз хочу, завершая свое выступление, друзья мои, хочу еще раз всех предостеречь, потому что сегодня у нас миллион паров, плюс мы 2 миллиона 920 или 40 тысяч азимой посеяли. Это ровно 50% от нашей пашни. Хочу вам доложить, не буду называть районы, друзья мои, не буду, но хотелось бы назвать. От 57% до 73% пашни – это азимы. Друзья мои, давайте задумаемся, давайте задумаемся, к чему это приведет. Вот мыши, в том числе, может быть, это один из первых сигналов. Я не буду говорить за болезни, я не буду говорить за вредителей и так далее, и так далее, и так далее. И за качество потом зерна. Давайте остановимся, давайте остановимся, надо смотреть все-таки. Были основы когда-то земледелия, земледелие, у нас есть научно обработанная система ведения земледелия, севооборот есть и так далее, и так далее. Давайте остановимся, посмотрим. Есть другие культуры, у нас опыт есть по подсолнечнику. Помните, большинство, помните, до чего мы дошли. Все, многие районы не сели, а потом сегодня мы хотели бы повторить ошибку. Ну и ценовая политика, соответственно, на кого сегодня ругаться, как ругаться, понимаете, тоже надо подумать. Хотя ценовая политика, есть вопросы, но, по крайней мере, все это компенсируется. Поэтому вот на эти вопросы я, в общем-то, хотел обратить внимание. Еще раз хочу сказать, что депутатский корпус поддерживает все предложения Министерства сельского хозяйства, правительства, которые направлены финансово на агропромышленный комплекс. Но хочу сказать, друзья мои, эти средства должны использоваться достойно и должны давать отдачу. Потому что, вы понимаете, направлять их сейчас есть куда. Спасибо. Уважаемые коллеги, зерновой союз, который представляет ростовских аграриев, это самая крупная зернопроизводящая область в России, в частности по пшеницу, точно нам нет равных. И хотелось бы, чтобы наша позиция была единая и выработанная вместе. Вот в своем коротком выступлении для вас я не буду останавливаться на всех аспектах. У нас, также приглашаю вас в час в большой зал. Здесь состоится большое предпоследовательное совещание, где будет в том числе и мой доклад, где я постараюсь более подробно осветить все аспекты производства и нашей готовности к весеннеполевым работам. Но вот что сегодня хотелось бы отметить, наверное, очень остро стоит вопрос ценообразования зерновых культур, вопрос реализации зерновых культур. Вот прозвучало, что нас задавили санкции, но на самом деле давили-давили, но не додавили. В прошлом году экспорт из Ростовской области поставил в натуральном выражении, вернее в денежном выражении, абсолютный рекорд, 7,2 миллиарда долларов в США было экспортировано продукцией. И должен сказать, что тот урожай, который был в прошлом году, и у нас в области, и в стране подпитывает экспорт. И сегодня показатели января месяца в разы превышают отправку зерна годом ранее. Поэтому позитивный настрой есть, спрос есть на нашу продукцию, есть. И не только Запад ее покупал, а сейчас покупает в основном Турция, Египет, Ливия и еще ряд азиатских, африканских стран. И вполне мы не остались без покупателя. И цена, в общем-то, неплохая, но то некоторое напряжение, которое связано с реакцией на введение экспортных пошлин, оно есть. Мы находимся в постоянном диалоге и с Министерством сельского хозяйства. Вот недавно был съезд фермерский, который проходил в Москве, где также остро эти вопросы поднимались. Есть логика введения экспортных пошлин, эту логику отставит Министерство сельского хозяйства. Есть мнение, что их надо вносить хотя бы в них корректировки с учетом той инфляции, которая есть. Потому что есть опасения, что сегодняшний уровень цен уже расчетно приближается к себестоимости производства зерна. Если мы берем вчерашние цены 2021 года, которые на основе, вернее, затраты, на основе которых было производство 2022 года, и рентабельность определенно есть, и с этим не поспоришь, то уже урожай 2023 года будет под вопросом уровень рентабельности, и мы сейчас об этом говорим. Что хотел еще сказать про поддержку, государственную поддержку, в связи с тем, что работают пошлины, у Министерства сельского хозяйства появилась возможность часть этих средств направлять на так называемую зерновую субсидию. В прошлом году было два транша по 500 с лишним миллионов рублей. В этом году запланировано 590, и мы уже в течение буквально ближайших 10 дней приступим к приемке документов по этому траншу зерновой субсидии. Но особенностью, вы, наверное, ее уже знаете, принято решение на федеральном уровне, чтобы ставка была 2000 на тонну, и придерживаясь этой методики, значит, у нас, конечно же, всем этих денег не хватит. И в Ростовской области принято решение по приоритизации, то есть в первую очередь получают зерновую субсидию хозяйства, которые имеют молочный скот, во вторую очередь те, которые имеют мясной скот, и в третью очередь все остальные. То есть мы не говорим, что получают только молочники или только. В первую очередь, если транши будут, их будет достаточно в дальнейшем, как нас уверяют, что приток пошлины позволяет формировать вот эти вот решения, и дополнительные деньги будут поступать. Мы будем, конечно же, доходить, я думаю, и до чисто зерновых хозяйств субсидирования. Но пока, в первую очередь, как я уже сказал, будут получать тем, у кого есть животноводца. Это, кстати, задача такая, она и общая, такая, сказать, которую требует от нас и наука, и научная система ведения сельского хозяйства. Вот тот же сел в ворота, о котором упомянул Вячеслав Николаевич. Только зерном заниматься, конечно же, нет перспективы, в нашем сел в вороте даже не присутствуют и кормовые культуры, многолетние травы, а при этом, конечно же, обязательное ведение животноводца. Вот таким образом мы стимулируем его в том числе. Здравствуйте, уважаемые коллеги. И действительно, Федорович поставил передо мной задачу коснуться именно производства. Вячеслав Николаевич тоже сейчас застронул тему о том, и Константин Николаевич, что мы увлекаемся этим и женицей. Да, это рентабельная культура, она приносит нам деньги, но мы сами прекрасно знаем, что если у нас идет перекос в сторону какой-то одной культуры, природа отвечает нам довольно неблагоприятными ситуациями, с которыми нам приходится потом бороться, вкладывая определенные средства, или на какой-то временной интервал вообще не заниматься выращиванием этих довольно рентабельных культур. И Вячеслав Николаевич прав, у нас примеры этого есть. Сейчас в Ростовской области ведутся работы по агроэкологическому реанимированию. Это работы, которые связаны с тем, чтобы оценить наши ландшафты, именно сельскохозяйственные ландшафты, потому что в свое время государство озаботилось стратегическим планированием, и практически все сельские поселения сейчас имеют генеральные планы сельских поселений, в которых четко зонированы территории, и в которых для каждой зон определены требования их использования. В этих генеральных планах зона сельскохозяйственных земель представлена одним массивом, то есть там нет различий, как использовать тот или иной участок. На самом же деле, именно в сельскохозяйственном производстве такое зонирование должно быть на первом месте. Оно даже важнее, чем в градостроительном кодексе, где вам дают ограничения на санитарно-защитную зону, на высоту застройки, на расположение тех или иных предприятий и так далее. В сельскохозяйственном производстве именно ландшафт диктует нам эффективность использования под те или иную культуру. И вот эта задача как раз и поставлена перед агроэкологическим районированием. То есть оценить потенциал территории, оценить его таким образом, чтобы дальнейшая организация производства могла использовать этот потенциал, добавляя те материальные и технические возможности, которые у нас есть. У нас были другие инструменты на расширивание производства. Это увеличение объемов минеральных удобрений, это обновление техники, это разработка новых сортов. И мы все это прекрасно использовали. Если бы мы это не использовали, у нас бы не было рекордного урожая прошлого года. Но эти ресурсы тоже не бесконечны. Вы не можете постоянно обновлять технику, вы не можете наращивать объемы удобрений бесконечно. У нас есть пример Китая, у нас есть пример Европы, которая сейчас озабочена загрязнением грунтовых вод, азотом. Мы не должны к этому прийти, мы должны найти вот тот компромисс, который нам предоставили опыт других. И не наступать на чужие грабли, и на свои тоже. И вот один из этапов такого развития и организации производства – это внедрение адаптивно-ландшафтных систем земледелия. То, о чем я говорила – развитие эрозионных процессов. Ведь два поля, которые расположены рядом, использование их должно быть разное. Почему? Потому что в данном случае и поле, которое находится справа, оно на выровненной территории. И признаков эрозионных процессов мы не видим. Поле, которое расположено слева, оно явно подвержено эрозионных процессам. И если мы будем использовать их одинаково, здесь будут прогрессировать эти процессы. И а к чему это приведет? Это приведет к удорожанию, потому что нам нужно будет использовать и большие объемы минеральных удобрений для того, чтобы получить тот же урожай. А возможно будут и потери. И таким образом это будет провоцировать дальнейшие процессы, а следовательно, и на учитывание самой основы плодородия этой почвы. Что мы должны сделать? Вы четко должны понимать, что в этой зоне мы ведем вспашку только поперек склона, или в этой зоне мы вообще не ведем вспашку, а мы проводим только глубокое рыхление. Мы должны здесь на зимний период оставить поздневные остатки. Это четко контролируемые мероприятия. И специалисты земельного контроля могут это контролировать. Добрый день, уважаемые участники нашего мероприятия. Я вчера, когда в открытой выставке прошел, посмотрел по экспозиции, по стендам. Очень большая разница по сравнению с тем, что было год назад. Год назад были представлены ведущие мировые производители John Deere, New Holland, Case, Fend. В этом году я только от китайских брендов тракторов насчитал 11. При этом есть 2-3 завода, которые уже давно работают на мировых рынках. И очень много маленьких производителей, для которых Россия – это вообще первые экспортные рынки. Сейчас большая проблема с поставкой импортных запросных частей. При том, что интересно, что даже наша российская отечественная техника, как правило, имеет импортные комплектующие. Или подшипники, гидравлика практически вся импортная, электроника. То же самое комбайнер «Сельмаш», как выяснилось, до 35% состоит из иностранных комплектующих. Это, конечно, сказалось на возможность поставлять технику, и в первую очередь еще сказалось на цене. Потому что очень много запасных частей, которые попали под станции. Гидравлика, электрика, мониторы, двигатели, турбины. Ну, наверное, очень долго можно перечислять. И что делать в этой ситуации? У нас, наверное, весит взять весь парк техники, то, наверное, процентов 50 – это импортная техника, дорогостоящая. И, конечно, никто и не бросит. И она работать будет. Но усложняются сроки поставки запасных частей. Значительно выросла цена. Цена поставщиков, если в евро или в долларах, выросла от 50 до 150%. Импортные масла, шел, кастрол, они же практически недоступны. И есть те виды масел, которые не имеют российских аналогов, к сожалению. И поэтому реальная цена на запасные части, на импортные, в среднем поднялась на 40%. Да, закупочная цена в евро или в долларах поднялась выше. Но за счет того, что курс сейчас, даже при том, что евро стоит 80 рублей, он все равно ниже до военного. Тогда евро был 89, 90, 92 в этих пределах плавал. А летом курс был еще ниже. Евро был 60, 59 рублей, доллар был еще ниже. Поэтому очень много тех запасных частей импортных, которые сейчас на складе есть, они были куплены по тому низкому курсу. Даже с учетом этого, все равно цены по цене с довоенными на импортные запчасти в среднем дороже сейчас где-то на 25% в рублях. Цены на отечественные запчасти дороже примерно процентов на 16. И правильно президент сказал, что мы можем рассчитывать только самих на себя. К сожалению, система производства компонентов, это гидравлика, ремни, она была разрушена за последние 20-30 лет. Вот в Зернограде был завод, Зерноград гидрогрега, что с ним заходят? Да ничего нет. Ростовский завод подшипников. Ну так можно долго продолжать. И поэтому сейчас первое время будет значительно хуже, чем было. То, что на аэропасы, бои. Да, сейчас уже начинают разбирать на запчасти. Потому что, чтобы обеспечить полеты тех самолетов, которые еще могут летать. Но потом наступит период, когда уже нечего будет разбирать. То же самое в повседскохозяйственной технике. Да, сейчас и заводу Рассельмаш, и тому же Петербургскому тракторному заводу. Нужно перестроиться какое-то время, чтобы заменить то, что производилось в Японии, производилось в Германии, производилось во Франции. Да, там частично китайцы помогают. Опять же, частично, но не полностью. Потому что китайские банки тоже начинают выделываться. Вот эти китайские карты, которые раньше раздавали, кредитные, в том числе российским гражданам, уже тоже имеют проблемы. Вот поэтому сказать так, что Китай нас спасет, тоже мы должны понимать, что мы сейчас ситуативные союзники. А потом, наверное, наступит время, когда у нас главный соперник будет Китай. С его там полутора миллиарда населением, с маленькой территорией. И мы с нашей бестолковостью огромной территорией. Я вот хотелось, вот еще раз скажу, посмотрел, вот китайских тракторов море. И очень часто те, кто покупает, руководствуются вопросом цены. Ага, этот немножко дешевле, значит я возьму его. Ну вот, наверное, вот если бы я выбирал бы, я взял бы, просто зашел бы в интернет, зашел бы в Экипедию, посмотрел бы, вот просто тупо вот, что из себя представляет каждый завод. Вы знаете, вот есть автомобили Toyota Volkswagen, а есть вот автомобили Lianche или Rover, если такая английская марка. Да, и тут завод, и тот завод. Если поставить автомобили, да, и тот, и тот красивый. Но только одних продаются сотни тысяч миллионы, а других продается там 5-7 тысяч в год по всему миру. Но через 2-3 года из того обилия китайских и турецких производителей, кстати, еще и Турция сейчас тоже на российский рынок пошла, я думаю, что останется 3-4 производителя на мировом уровне, остальные не все отсеются. Скажем, ситуация не такая мрачная, да, немножко дороже. Если, конечно, посчитать тонок пшеницы, сколько нужно заплатить за трактор, то здесь ситуация уже более грустная, потому что пшеница год назад была там 17,5-18-19 рублей. Сейчас там начинают от 11, ну, скажем, до 12,5. И с учетом того, что изменилась цена в абсолютном значении и уменьшилась цена на сельхозпродукцию, то сейчас получается, что нужно продать в 2 раза больше урожай, чтобы купить ту же самую единицу техники, которую покупали вот назад. Это большая проблема. И большая проблема в том, что государство в этом отношении нам, к сожалению, не помогает. Вот сейчас пошлина на зерно, там, в районе 5 тысяч рублей на тон. Вот даже мы не берем 15 миллионов тонн, берем 10 миллионов тонн, которые могли бы продать. Вот 10 умножаем на 5, получается 50 миллиардов рублей, которые наши селяне недополучили. Но ведь если селяне получат и деньги, он же за рубеж не выйдет. Он скажет, что экономику бросит, это же как кровеносная система. Но, к сожалению, пока этого нет. Неделю назад мы были в Дубае на выставке. Вот хотите верьте, хотите нет. 90% хотят готовой продукции. А потом уже, Вячеслав Николаевич, зерно. Поэтому зернышко давайте мы, наше, лучшее, ростовское, не отправлять зерно. Ну давайте перерабатывать. Некоторые хозяйства сегодня имеют мельницы. Некоторых есть и крупа цеха. И пусть это первичная какая-то простая переработка, но ее надо использовать, потому что в любом случае у нас сегодня очень много безработных людей. Не хотят люди работать, правда. Вот у меня сегодня не хватает где-то в пределах 40 человек. Но проектов сегодня мы в этом году уже побывали. В Израиле побывали, в Каире открыли шоурум, в Дубае обновили свой ассортимент. Создали клуб экспортеров для того, чтобы нам вместе реализовать большие объемы, потому что контракты это не объемы нашего маленького переработчика. Поэтому милости просим. У нас сегодня на стенде здесь представлена вся наша продукция. 48 видов сегодня переработанной продукции. Под брендом ПКФ Маяк мы делаем. Перерабатываем все, что у нас растет, и даже то, что не растет. Стараемся сегодня перерабатывать сначала наших членов кооператива. На базе предприятия создали кооператив. У нас сегодня 36 фермеров, которым мы раздаем семена свои, особенно донскую красноземную чечевицу. 72% я вчера посчитала. У нас заказы, контракты идут сейчас по чечевице. В сырьевом и переработанном виде. Более того, итальянская макаронная фабрика, которая брала у нас 5 лет. Их с вами, товарищ, первый год мы с ними заключили договор под вашим, там еще, патронажем на берлинской выставке в Берлине. И вот они продолжали брать у нас муку, потому что такой помол и такого качества они просто гни не находили. Сейчас, когда мы не можем в Италию поставлять уже в течение года муку, они переехали успешно во Владимир и продолжают брать у нас муку внутривую, чечевичную, гороховую и кукурузную. Кукурузы нет у нас в области той, которая нужна для производства именно макаронной кукурузной муки. Люди, родные, приезжайте. Давайте посмотрим на наши российские семена, которые дают идеальный, качественный эффект, которые востребованы. Пусть они к нам приезжают со своими производствами. Давайте мы внутри рынка здесь продавать, давайте экспортировать вместе. Мы только в Хашимин, мы сейчас не обновили свою экспозицию, потому что, я думаю, что достаточно будет. Если сейчас турецкий шоурум заработает и выйдет на розницу, последняя бизнес-миссия в Белоруссию под губернаторским началом была, белорусы рассмотрели, Вячеслав Иванович, за три недели рассмотрела розницу белорусская самый большой гипер-маркет, 117 магазинов. Мы делаем третью уже отправку. В декабре первая была, в январе вторая, в феврале третья. В наши сети мы попасть не можем. Не можем, но сейчас все гарантируют, что где-то может быть пятерочки какие-то там, фермерские отделы, переработки и так далее. Ну что значит, неужели нельзя власть употребить? Чтобы у нас в Ростовской области, Ростовский переработчик там, или производитель, или сельхозник, имел хоть какую-то точечку, чтобы наш Ростовский, ну вот поверьте, сегодня ростовские покупатели звонят, где в Ростове можно ваш продукт купить. Едем, едем на производство, и торгуем там где-то за сарайчиками, для того, чтобы продать нашу продукцию. Или приглашаем к себе. Кстати, приглашаю вас на стенд. Мы на стенде здесь выставили сейчас нашу продукцию. Что мы производим? Давайте мы вам будем перерабатывать и контракты вам напрямую отправлять. Экспортное сопровождение бесплатно для участников этой конференции. Давайте будем первые шаги, если кто-то еще не экспортировал, сделает. Продукция спортивного питания. Мы со спортивным клубом Ростов сделали 8 позиций. Кстати, сегодня и Минская «Динамо» запросилась, и сейчас грузины просятся, и даже Каирский клуб приходил. Хотели тоже по спортивному питанию, под их брендом. Приезжайте к нам в Зернограг. На дивустанционной линии мы поедим с вами супчик чечевичный. Кстати, с удовольствием в Дубае ели наш чечевичный суп. Я не успевала готовить. Блины с нутовой муки и чечевицу с чечевицей. С нашей Ростовской, Донской Краснозерной. Есть сейчас такой сорт, дорогие зеленоводы. И, пожалуйста, еще 16 тонн суперэлиты есть в величии в городе Зернограгнаде. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Я думаю, тот, кто заинтересован и поприсутствовал, наверное, не пожалеет потраченного времени. Это во-первых. Во-вторых, была серьезная возможность задать вопросы органам власти. Выступали у нас Василий Николаевич, у нас министр выступал. Поэтому, значит, с приветствиями и короткими выступлениями. И вам всем роздано был проект резолюции нашей конференции. Если кто-то не познакомился, познакомьтесь. Значит, я не буду ее всю озвучивать, а только коротко о заключительной части. В проекте резолюции предлагается обратиться в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. Еще раз вернуться к оценке экономического состояния в агропромышленном комплексе области. Вот, в частности, связанными и с озвученными вопросами. И еще один из, может, как бы здесь, вот, руководителей, агрономов, нет, не все еще почувствовали переоценку кадастровой стоимости земель. И, кстати, я могу вам назвать отдельные, с кадастровыми номерами, где 270 раз стоимость по методике пересчета. Естественно, это даже в рамках тех применяемых процентов, которые выплачиваются, значит, налоги на земельные. Это очень серьезное повышение, ну и, безусловно, вызывает вообще-то вопросы. Ну как, 270 раз, что это за методика? Хотя, там, короче, мы отдельно можем разобрать этот вопрос, но он очень серьезен. И это тоже значительное влияние на повышение себестоимости в дальнейшем продукции, естественно. Поэтому, вот, в части, в проекте резолюции затронуты эти вопросы и предлагается направить в Министерство сельского хозяйства пригласить Агропромсоюз, Зерновой союз, значит, Областной совет профсоюзов для участия и Общественный совет при Министерстве сельского хозяйства. Вот, если кто присутствует, поддерживает это, мы эту работу, значит, в рабочем порядке подготовим такое обращение, направим в Министерство и будем просить, чтобы в таком расширенном составе, с конкретной глубокой проработкой этого вопроса и выработкой мер, что дальше делать. Как Константин Николаевич сказал, общественным организациям, да и не только Сергей Леонидович, легче обратиться в различные инстанции, значит, эту работу будет продолжать. Редактор субтитров А.Семкин